Кошмар пяти глаз и немного Голливуда – главное об утечке секретных документов США. Американская разведка претендует на роль главного ньюсмейкера планеты. Совсем недавно западные СМИ, ссылаясь на разведданные США, смаковали невероятные истории о бравых украинцах, якобы взорвавших северные потоки. Не успела тема поутихнуть, как американские спецслужбы на пару с Пентагоном спровоцировали новый информационный взрыв. На этот раз речь идет об утечке неких военных документов под грифом «совершенно секретно». Карты, графики, сведения об Украине, прослушка союзников Вашингтона – одним словом, идеальный набор, чтобы привлечь внимание всех и вся. Если попавшие в сеть документы подлинные, то можно говорить об одной из самых масштабных утечек со времен публикаций с сайта Wikileaks. И все же есть ощущение, что вместо реальной истории нам в очередной раз пытаются подсунуть голливудское кино. Что известно об утечке секретных документов? Почему молодой патриот стал главным подозреваемым? Как реагируют союзники США и как видят ситуацию эксперты? Обо всем этом в обзоре Билта. Кошмар пяти глаз. Что известно об утечке? Первая утечка документов произошла в начале апреля. Опубликованные сведения касаются прежде всего конфликта в Украине. Речь идет о графиках и объемах поставок вооружений Киеву, расстановке сил, а также различных аналитических данных. Попавшие в сеть документы представляют собой цветные распечатки с текстом, картами и графиками, которые были сфотографированы и выложены в интернет. Спустя несколько дней произошла вторая утечка. На этот раз появилась информация не только об Украине, но и о расстановке сил западных стран, а также материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем. В то же время американская газета Wall Street Journal утверждает, что секретные документы Пентагона впервые появились в сети еще в январе. Издание сообщило, что документы были выложены в одном из закрытых чатов на платформе Discord. Материалы разместил анонимный участник чата. Многие из документов были под грифом «совершенно секретно». Некоторое время материалы были доступны узкому кругу пользователей чата, пока один из них не загрузил некоторые файлы на страницы более крупных сообществ. После того, как слитые документы привлекли широкое внимание, распространявшие их пользователи начали удалять свои учетные записи, опасаясь преследования со стороны властей США. Слитая информация разлетелась в Twitter и Telegram, а затем появились публикации в американских изданиях New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Так, New York Times сообщила, что в открытом доступе оказалось свыше 100 документов. Издание отмечает, что, по мнению аналитиков, утечка секретных документов может нанести значительный ущерб США. Так, в американской разведке назвали утечку «кошмаром для пяти глаз» разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии. В социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по укреплению украинских вооруженных сил перед запланированным наступлением на российские позиции. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, попавших в Twitter и на платформе Telegram с более чем полумиллиардом пользователей. Чиновники Байдена работали над тем, чтобы удалить документы, но по состоянию на вечер четверга, 6 апреля, им это не удалось, пишет New York Times. Издание отмечает, что в документах не содержится информация о конкретных боевых планах, например, о том, как, когда и где Украина намерена начать наступление, которое, по словам американских официальных лиц, вероятно произойдет в следующем месяце. Кроме того, документы дают оценки обстановки на 1 марта, то есть информация несколько устаревшая. Тем не менее, отмечает издание, для военных стратегов и разведки эти документы, несомненно, дают немало подсказок и идей. Например, в документах говорится, сколько снарядов расходуют американские системы Хаммерс. Пентагон данную информацию держал в секрете. В обнародованных документах также говорится, что не менее 12 украинских боевых групп численностью по 4-5 тысяч солдат проходят обучение в США и других странах НАТО. Шесть из них должны были завершить подготовку к 31 марта, еще три к 30 апреля. Также сообщается о получении Украины от США сведений о командных пунктах, складах боеприпасов и ключевых узлах российских военных линий. В документах также говорится, что Вашингтон использует на территории Украины секретную спутниковую систему ЛАПИС. При этом отмечается, что данная система становится более восприимчивой к российскому противодействию. Согласно оценкам американской стороны, состояние ВСУ в настоящее время оценивается как истощенное. Сообщается, что военное командование Украины в марте перебросило под Артемовск элитные подразделения, чтобы ВСУ не попали в окружение. При этом глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение ВСУ в районе Артемовска как катастрофическое. Еще одно американское издание газета Washington Post утверждает, что изучила десятки фотографий секретных документов, датированных концом февраля и началом марта. По данным издания, Украина столкнулась с острым дефицитом снарядов и оружия. Так, к 23 мая в Украине закончатся ракеты ПВО советского производства. Из-за истощения запасов боеприпасов ЗРК БУК выйдут из строя к 13 апреля, ЗРК НАСАМС американского производства – к 15 апреля, ЗРК ОСА – к маю. В документах содержатся рекомендации более экономно расходовать снаряды. Так, средства ПВО стоит применять только против самолетов и вертолетов и не открывать огонь по небольшим аппаратам, например, беспилотникам. Washington Post также сообщила, что в Пентагоне приказали пилотам ВВС США не подлетать близко к Крымскому полуострову, держаться от него на дистанции примерно 80,5 километров. Кроме этого, издание обнаружило, что в слитых документах есть информация об испытании Китаем новой гиперзвуковой ракеты, способной преодолевать систему противоракетной обороны США. Данная ракета обладает технологией гиперзвукового скольжения. Отдельно стоит упомянуть информацию о прослушке союзников США. Так, телеканал CNN, ссылаясь на попавшие в сеть документы, сообщает, что США прослушивают совещание президента Украины Владимира Зеленского. На одном из таких совещаний были озвучены планы Киева нанести удар по Ростовской области России. Чтобы не допустить подобного, США приняли решение отказаться от поставки ВСУ ракетных комплексов большой дальности. США также прослушивают официальных лиц из Республики Корея. В опубликованных документах говорится о том, что в южнокорейском правительстве идут дебаты о возможности поставок артиллерийских снарядов в Украину. Американские спецслужбы ведут слежку из-за израильской разведслужбой МОСАД. Согласно данным ЦРУ, МОСАД поощряло протесты, направленные против премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху. По информации CNN, в одном из попавших в сеть документов говорится, что Израиль может рассмотреть возможность отправки в Украину летальных вооружений под давлением США. Указывается, что Израиль также может санкционировать передачу оружия Киеву в случае ухудшения отношений с Россией. Например, если Москва будет оказывать поддержку Сирии или Ирану. Стоит отметить, что разведка США уже не раз оказывалась в центре скандала из-за обвинений в систематической слежке. Ранее WikiLeaks опубликовал информацию о том, что Агентство национальной безопасности США на протяжении нескольких десятилетий следило за высокопоставленными немецкими чиновниками, в числе которых были три канцлера. Так, спецслужбы прослушивали 125 ключевых номеров, в том числе личный мобильный телефон Ангела Меркель. Французские СМИ писали, что США перехватывали коммуникации президентов Франции с 2006 по 2012 годы. Сообщалось, что американские спецслужбы занимались перехватом переговоров в последние годы правления Жака Ширака, весь срок нахождения у власти Николя Саркази и в первый год работы Франсуа Ланда. В некоторых случаях американцы действовали не одни. Так, в 2020 году Вашингтон-Пост и немецкий телеканал ZDF сообщили, что спецслужбы США и Германии в рамках операции Rubicon десятки лет мониторили секретную переписку более чем в 120 государствах. Слежка велась с помощью шифровальных аппаратов швейцарской компании Crypto AG, которые закупали многие страны мира. Паника Пентагона и досада ЦРУ. Как реагируют в Вашингтоне? Утечку документов активно комментируют в Белом доме, Госдепе, Пентагоне и других ведомствах. Подлинность материалов с американской стороны официально не подтверждена. Между тем, профильные ведомства уже начали расследование инцидента. Американские СМИ также узнали, что Пентагон сокращает число сотрудников, которые имеют доступ к секретным документам. По данным Washington Post, утечка секретных документов вызвала панику в руководстве Пентагона. На этом фоне ведомство ограничило процесс передачи разведывательной информации. 7 апреля в Белом доме сообщили, что Пентагон проводит расследование в отношении утечки секретных документов. На следующий день стало известно, что уголовное расследование по факту утечки начало Министерство юстиции США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне пока не могут сказать, ликвидирована ли утечка. «Мы не знаем, кто за этим стоит. Мы не знаем, каков мотив. Мы не знаем, что еще может быть обнародовано», – сказал Кирби. Чиновник отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Вместе с тем он сообщил, что некоторые материалы, оказавшиеся в сети, были отредактированы. «Похоже, что в некоторых случаях информация, опубликованная онлайн, была отредактирована по сравнению с оригинальной, но пока нет никакой уверенности в том, как это произошло», – сказал Кирби. Он также заверил, что утечка информации о планах США и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению не повлияла на поддержку Украины со стороны Вашингтона. По его словам, американские чиновники в последние дни контактировали с партнерами в Киеве на этот счет. Кроме этого, должностные лица США высокого ранга поддерживают связь со своими союзниками и партнерами по поводу утечки. О том, что утечка секретных материалов не окажет негативного влияния на операции ВСУ, заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, у Киева есть план, позволяющий осуществить контрнаступление. Глава Пентагона также сообщил, что опубликованные документы датируются 28 февраля 1 марта. При этом он заявил, что не знает, есть ли другие документы, которые ранее оказались в сети. Заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Асинг сообщила, что Пентагон проверяет подлинность попавших в интернет документов. Министерство обороны продолжает изучать и проверять подлинность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, как представляется, содержат секретные и особо секретные сведения, заявила Сингх. Она также отметила, что в Белом доме пытаются оценить воздействия, которые эти документы могут оказать на национальную безопасность США, а также на союзников и партнеров Вашингтона. В Госдепе сообщили, что первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман примет участие в дипломатических переговорах между США и их партнерами касательно утечки секретных документов Пентагона. В ведомстве также отметили, что американские власти взаимодействуют союзниками и партнерами на высоком уровне на фоне утечки документов, в том числе для того, чтобы заверить их в приверженности США, защите разведданных и верности партнерским отношениям. Директор ЦРО Уильям Бернс назвал утечку документов одним из ключевых вызовов, стоящих перед американским разведывательным сообществом. «Речь идет об очень досадной утечке секретных документов, которые, безусловно, столь же серьезны, как и все остальное. Правительство США очень серьезно относится к этому. Пентагон и Министерство юстиции начали тщательно расследование, чтобы разобраться в том, что произошло», – сказал Бернс. Патриот, сомневающийся в будущем Америки. Кто стал подозреваемым? История с утечкой документов была бы лишена красок, если бы этой темой вплотную не занялись американские СМИ. Пока Пентагон расследовал, Белый дом ничего не знал, а союзники США разводили руками, средства массовой информации все же разложили по полочкам и даже нашли виновного. Так, издание Washington Post сообщило, что утечку секретных документов Пентагона мог организовать молодой человек, работавший на американской военной базе. По данным издания, материалы в течение нескольких месяцев до марта 2023 года распространялись в закрытой группе в мессенджере Discord, который в основном используют геймеры. Один из участников группы рассказал журналистам, что секретные документы выкладывал пользователь под ником OG. Он говорил, что работает на военной базе, но на какой именно не уточнял, и ему якобы немногим более 20 лет. «Он, конечно, знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это не случайная утечка», – сказал Washington Post один из членов группы в Discord. Были, конечно, и другие версии. Например, телеканал Fox News предположил, что утечка документов могла произойти из ЦРУ или Агентства национальной безопасности США. Fox News обратил внимание, что большинство опубликованных документов – это закрытые отчеты Минобороны США. Обычно они рассылаются в электронном формате на специально защищенные планшеты. Число получателей подобных отчетов составляет порядка 5000 человек. Но если проанализировать слитые документы, становится понятным, что они подготовлены не Минобороны США, а ЦРУ или АНБ. Таким образом, они не могут быть включены в рассылку Пентагона. Их получатели – гораздо более узкий круг людей. Исходя из этого, телеканал приходит к выводу, что источник утечки имеет отношение к развидывательным службам. И все же оказалось, что ближе к истине была Washington Post. 13 апреля министр юстиции генеральный прокурор США Мерик Гарленд сообщил, что сотрудники правоохранительных органов арестовали американского гражданина, подозреваемого в организации утечки секретных документов Пентагона. Сегодня министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейеру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного выноса, сохранения и распространения засекреченной информации по национальной обороне, цитирует министр ТАСС. Глава Минюста США уточнил, что Тейшейера служит ВВС Национальной гвардии. Ожидается, что подозреваемый первоначально предстанет перед окружным судом в Массачусетсе. «Это расследование продолжается. Мы предоставим больше информации в надлежащее время», – отметил Гарленд. Тем временем в ФБР сообщили ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия в доме арестованного. Сегодня ФБР без каких-либо инцидентов арестовало 21-летнего Джека Дагласа Тейшейеру в его доме в Северном Дайтоне в связи с предполагаемым участием в утечке секретных документов правительства и вооруженных сил США. ФБР продолжает вести законные следственные действия в этом доме, – указали в спецслужбе. С конца прошлой недели ФБР активно ведет расследование, и сегодняшний арест является примером нашей неизменной приверженности в выявлению, преследованию и привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет доверием нашей страны и подвергает риску нашу национальную безопасность, – заключили в спецслужбе. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса в ближайшее время намерен провести заседание с целью выяснить, каким образом Тейшейера получил доступ к секретным документам Пентагона. Далее роль Глашатая снова подхватили СМИ. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о том, что подозреваемый Джек Тейшейера – военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс. Он возглавляет группу «Так Шекер Централ» на платформе «Дискорд», в которую входили от 20 до 30 пользователей. Издание отмечает, что 21-летний Тейшейера может быть приговорен к десяткам лет тюремного заключения. Телеканал CNN сообщил, что Тейшейера предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Также телеканалу стало известно, что подозреваемый поступил на службу в сентябре 2019 года. Он числился в подразделении кибертранспортных систем и имеет знание военнослужащего ВВС США первого класса. Газета «Вашингтон-Пост» пообщалась с другом подозреваемого, который описал Тейшейеру как патриота, сомневающегося в будущем Америке. По его словам, Тейшейер начал делиться секретными документами на сервере «Дискорд» примерно в феврале 2022 года, в начале конфликта в Украине. Боевые действия между Россией и Украиной молодой человек считал удручающими. Он полагал, что у этих стран должно быть больше общего, чем того, что их разделяет. Публикуя секретные документы, Тейшейер считал, что тем самым просвещает своих знакомых, освобождая их от пропаганды, циркулирующей снаружи. Участники чата согласились никогда не делиться документами за пределами сервера, поскольку это может нанести ущерб интересам США. Однако в конечном счете кто-то все же разместил документы на другом сервере, что привело к их распространению в сети. Он любил Америку, но просто не был уверен в ее будущем, – заключил друг Тейшеры. Что друг, что враг. Готовы ли союзники доверять США? Газета Washington Post сообщила, что союзники США были потрясены тем, что Вашингтон шпионит не только за врагами, но и за друзьями. При этом многие задаются вопросом, почему секретные документы оставались незамеченными так долго. Издания отмечают, что утечка материалов Пентагона может вызвать разногласия среди партнеров США. Блумберг сообщил, что американские союзники используют дипломатические каналы, чтобы выразить свое недовольство. По словам источника агентства, то, что союзники США не выносят претензий на публику, вовсе не означает, что разногласий нет. По данным политика, высокопоставленные чиновники администрации Байдена пытаются успокоить союзников США. Источники издания сообщили, что члены разведывательного альянса «Пять глаз» потребовали разъяснений у Вашингтона. Исчерпывающего ответа до сих пор не получили. New York Times сообщает, что утечка осложнила отношения между США и союзными ими странами, поскольку оказалось, что Вашингтон шпионит не только за Россией, но и за своими союзниками. Утечка уже осложнила отношения между союзниками и посеяла сомнения в способности США хранить секреты, отмечается в публикации. По словам одного из сотрудников западных спецслужб высокого ранга, ознакомившегося с документами, обнародование материалов вызвало болезненную реакцию и может привести к сокращению обмена развединформацией. Тем не менее, официальный тон комментариев союзников Вашингтона кажется даже слишком любезным для подобной ситуации. Более того, ряд стран заявили о полном доверии американским партнерам. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева. По его словам, у штаба главнокомандующего ВСУ есть как минимум три сценария украинского контрнаступления. Окончательное решение по операции будет принято в последний момент. Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта это мало, цитирует Данилова украинское издание «Страна». По его словам, Украина поддерживает связь со своими ключевыми союзниками, такими как США, Великобритания, Германия и Польша. Однако данные о планируемых операциях и численности вовлеченных в них военных подразделений являются секретной информацией. Также Данилов опроверг утверждение телеканала CNN о том, что Украина уже изменила свои военные планы из-за утечки документов Пентагона. Он подчеркнул, что количество людей, знающих о планах на территории Украины, крайне ограничено. И он не думает, что источник, общавшийся с CNN, имеет к этому какое-то отношение. Однако он заявил, что западные спецслужбы должны быть более бдительными в любых условиях. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и вовсе заявил, что слитые в сеть документы Пентагона о планах ВСУ – фейк и спецоперации российских спецслужб. «Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана из открытых источников», сказал Юсов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, что госсекретарь Энтони Блинкин позвонил ему, чтобы подтвердить железную поддержку со стороны США. По словам Кулебы, Блинкин также категорически отвергает любые попытки поставить под сомнение способность Украины побеждать на поле боя. Но опять же, это официальное заявление. По неофициальной информации, то есть из источников СМИ, настроения в Киеве не самые дружелюбные. Так, обозреватель политика Александр Уорд сообщил, что чиновники в Киеве разъярены из-за утечки разведданных США. По информации источников журналиста в военных кругах Украины, рассекреченные данные якобы преуменьшают способность Киева провести наступательную операцию этой весной. По словам украинского военного, это дает основания для подозрений в том, насколько серьезно Вашингтон поддерживает цели Киева. Автор статьи отмечает, что такая ситуация может подорвать доверие между Вашингтоном и Киевом. Кроме этого, сведения, которые задержатся в опубликованных документах Пентагона, могут быть признаком неуверенности администрации Байдена в военных шансах Украины. В Евросоюзе комментировать утечки секретных документов Пентагона отказались. «Мы никогда не комментируем утечки. Это не связано с ЕС. Не нам комментировать эти утечки», заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стана. Зато не поскупилась на комментарии Республика Корея, власти которой, согласно рассекреченным документам, прослушивается американскими спецслужбами. Так, агентство Орионхаб сообщило, что Сеул намерен потребовать от США пояснений и принятия мер. В то же время в офисе президента Республики Корея утверждения о прослушивании со стороны США назвали лживыми и абсурдными. Как сообщает ТАСС, в Сеуле подчеркнули, что нынешнее место работы президентской администрации оснащено системой безопасности, предотвращающей прослушивание. О ситуации с утечкой документов Пентагона также высказался первый заместитель главы управления по национальной безопасности Республики Корея Ким Тхэхё. Республика Корея и США едины в оценке, что значительная часть опубликованной информации сфабриковано. Сегодня утром министры обороны двух стран провели телефонный разговор. Страны придерживаются одного мнения. Заявил он, добавив, что США и Республика Корея тесно сотрудничают в сфере разведки и нынешний инцидент не приведет к изменениям в союзнических отношениях. В то же время оппозиции Республики Корея не настроены безоговорочно верить США. Так, в совместном заявлении группы депутатов, ведущей в Республике оппозиционно-демократической партии Табура, состоящих в комитетах парламента по обороне, внешней политике и разведке, говорится, что прослушивание южнокорейских чиновников Соединенными Штатами нарушает суверенитет Республики Корея. Велика вероятность, что прослушивание по вопросу поставок оружия в Украину – это всего лишь вершина айсберга, а содержание заседаний президентской администрации и Совета национальной безопасности полностью уходит в США. С точки зрения внешней политики, это выглядит как явное нарушение суверенитета Республики Корея со стороны США. С точки зрения внутренней политики, как крупный инцидент в сфере безопасности, говорится в заявлении. Депутаты также обратили внимание, что рядом с офисом президента расположена американская военная база. Это лишь усиливает подозрения. «Мы должны решительно протестовать и требовать предотвращения повторений подобных инцидентов, поскольку это является посягательством на суверенитет», – сказал один из подписавшихся под заявлением депутатов Ким Бён Чжу. Между тем, стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопу. Остин разъяснил ситуацию с утечкой военных документов, а также заявил о намерении поддерживать тесную связь с правительством Республики Корея по данному вопросу. В Минобороны Великобритании обнаружили в опубликованных документах Пентагона ряд неточностей. Широко освещаемая утечка предположительно секретных данных США имеет серьезный уровень неточности. Читателям не следует принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут быть дезинформацией, – говорится в сообщении ведомства в Твиттер. Заявлением выступила израильская разведслужба МОСАД. Ведомство опровергло публикации в газетах New York Times и Washington Post о том, что ее руководство якобы поощряло участие сотрудников в акциях протеста в Израиле. Сегодняшняя ночная публикация в американская прессе абсолютно лживая и безосновательная. МОСАД и его руководство не поощряли и не поощряют сотрудников организации к участию в антиправительственных демонстрациях. Политических демонстрациях вообще или любой политической деятельности, – говорится в документе, текст которого приводит ТАСС. МОСАД и его руководство не занимались вопросом демонстрации и оставались верными ценностям государственности, которыми руководствовался МОСАД с момента его основания, добавили в ведомстве. Дезинформация – дело тонкое. Как видят ситуацию эксперты? Примечательно, что в крупнейших американских СМИ прозвучало множество предположений о том, кто организовал слив документов, с какой целью и к чему это приведет. Но при этом практически нигде на передний план не выносится идея о том, что вся эта история не больше, чем утка. В этом плане все же интересно послушать мнения экспертов. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что утечка данных из Пентагона о якобы готовящемся весеннем наступлении ВСУ может быть попыткой дезинформировать российскую сторону. Таким мнением он поделился в проекте «В теме» на YouTube-канале Билта. «Я с недоверием отношусь ко всяким сливам секретной информации. Не потому, что я не верю, что такого не может быть. Просто я знаю, что такое может быть сделано для дезинформации противника. И делается это всегда очень тонко, потому что если делать тупо, то никто не поверит. В мировой истории было много таких примеров. К большому сожалению, они иногда срабатывали», – сказал Николай Азаров. В качестве примера он привел начало Великой Отечественной войны. Гитлеровская Германия тогда провела целую операцию по дезинформации советского руководства. И когда руководству докладывали, что у советских границ стоит танковая армия, поступала информация, что у танка есть дополнительный бак, и с такими танками в атаку не идут. Это один из примеров. Но когда понадобилось, эти баки сняли, и танки начали наступление на Советский Союз, отметил экс-премьер Украины. По мнению Николая Азарова, ситуация с утечкой данных о наступлении ВСУ также может быть попыткой дезинформации. Хотя в век спутниковой разведки не думаю, что им удастся это провернуть, – заключил он. Схожей позицией придерживается замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат допустил, что утечки секретных американских документов могут быть фейком и целенаправленным вбросом, направленным на то, чтобы ввести Россию в заблуждение. «У нас нет позиции. Это, наверное, кому-то интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы. А может быть, это фейк, может быть, это целенаправленный вброс», – цитирует Рябкова ТАСС. «Поскольку США являются стороной конфликта и, по сути дела, ведут гибридную войну против нас, возможны такие приемы, чтобы противника, то есть Российскую Федерацию, ввести в заблуждение», – отметил замминистр иностранных дел. «Я ничего не утверждаю, я просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», – добавил Рябков. Поэтому, наверное, специалисты лучше разбираются в том, насколько это может соответствовать действительности. Раньше были ситуации, мы о них помним, когда аутентичные документы попадали в открытый доступ. Это факт. «Насколько нынешний вот этот шум и публикации все прочее имеют под собой реальные основания, для меня лично открытый вопрос», – заключил замглавы МИД России. «Утечка секретных материалов Пентагона может оказаться попыткой США отвлечь внимание от расследования американского журналиста Асиа Мурахерша о взрывах на северных потоках», – заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. «С большей долей вероятности, так называемая утечка – не что иное, как организованная информационная интервенция через собственные информационные каналы с целью взбодрить повестку и отвлечь внимание от чересчур назойливого Херша, с которым США ничего не могут сделать в этой ситуации», – сказал Мартынов. По словам Мартынова, нынешняя утечка сыграла свою роль, так как она нацелена на американские медиа, на американских читателей и слушателей. В этом смысле они задачу свою отчасти выполнили. Не на сто процентов, но выполнили, – резюмировал эксперт. Военный эксперт Александр Хроленко связывает слив документов с желанием Вашингтона слить Украину. Вашингтон тайно или явно сомневается в успехе украинских войск, поэтому масштабная утечка сверхсекретных оперативных банальностей от Пентагона и разведслужб США выглядит организованной акцией с целью напустить тумана и под надуманным предлогом перенести или отменить самоубийственное для киевского режима и очень опасное для стран НАТО контрнаступление со взятием Крыма, – пишет Хроленко в авторской колонке для РИА Новости. По словам Хроленко, высказываемые публично-американские оценки способности ВСУ противостоять российской армии настолько противоречат фактам и здравому смыслу, что якобы рассекреченные сомнения США в успехе ожидаемого контрнаступления украинских войск – это ожидаемое возвращение в реальность. Глава Пентагона Ллойд Остин еще в феврале рассказал в интервью CNN о подготовке Соединенными Штатами нескольких моторизованных бригад ВСУ, способных прорвать российскую оборону и маневрировать. «В апреле акцент изменился. Возможно, Вашингтон подогревает мировую общественность перед сливом украинского проекта. Смотрите, мы сделали все, что могли, и умываем руки». С посевами западной демократии в Афганистане было то же самое, пояснил аналитик. Впрочем, по словам Хроленко, не исключено, что тем самым Запад дает Киеву последний шанс. Если декларируемое контрнаступление провалится, военная помощь стран-доноров резко сократится, а вся западная Украина может перейти Польше. Подводя итог, так и хочется перефразировать строчку из стихотворения Маяковского. Если что-то случается, значит это кому-нибудь нужно. То, что некий американский патриот добыл документы под грифом «совершенно секретно» и в целях просвещения поделился ими с любителями компьютерных игр, звучит не совсем убедительно. Но определенно у кого-то были мотивы и конкретные цели. Возможно, эта американская бандиана еще получит продолжение. В любом случае, внимание зрителей гарантировано.